Если вы меня спросите, сошел ли я с ума, отвечу да. Почему я это делаю? Ну, потому что я могу. Сегодня добавляем еще 9 кусочков в мою мега-супер-подсветку стены. И Люк сошел с ума. Поехали. Всем здорова. Веду репортаж с работ. Вот, подсветку делаю свою. Куда сейчас будем уходить? Туда дальше пойдем. Перейдем. Короче, это. В коридор и туда пойдем. Интересно, сколько максимум она поддерживает? Потому что тут пипец уже сколько. Вот он-то. Вот еще 2 новых куска. Ну ладно, продолжаем. У меня их еще много. Ребята, ребяточки, если у вас возникает желание, пишите комментарии, пожалуйста, внизу. Техно Илья. Илюха подсветченный задрот. Или просто подсветченный задрот. Не важно. Возникает еще написать. Давайте хорошее, плохое. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Если тоже нравится, не нравится. И вперед. В чем-ка строить домик? Ну, Лего Форева. Жду не дождусь, когда на большой Лего уже перейдем. Папа! О, папа спит. О! Малыш спит. О, мама! И мама спит. Все заснули. Плохого не посоветую. Ребята, встречайте, это U-Gears. Это самоходные, механические, деревянные модели. Давайте на них посмотрим вперед. Они собираются без клея. Они все двигаются. У меня тут конь, у меня тут мотоцикл. Это новинки на сайте U-Gears. Нажимаем. Наш мотоцикл уезжает. Заводим коня. Конь двигается. Все это собрано без участия вообще клея. Купаешь комплект. У них довольно-таки много на сайте с возможных моделей. Здесь тебе предстоит по инструкции из компакентов собрать собственную модель, которая будет в итоге двигаться. Там, на самом деле, посмотрите, у них на сайте есть и поезд, там и станция, есть тракт, шкатулка, сейф, очень много всего. Но вы даже себе не представляете. Можно собрать даже целый корабль здоровенный, у которого будет все, кстати, двигаться. Даже можно будет якорь кидать. Экологично, удобно, практично, полностью из дерева, без какого-либо клея. Развивает мелкую моторику. Идеально, мне кажется, в виде подарка. Ну, либо самому собрать полную коллекцию, потому что это, на самом деле, круто. Ссылка на U-Gears будет в описании. Ребята, помогите мне, переходите к ним на сайт, посмотрите и возвращайтесь ко мне. В описании сейчас ждет купон на большую, огромнейшую скидку. Поехали дальше смотреть ролик. Привет, мои продвинутые технозрители и подписчики. Всех приветствую. Сегодня начинаем влог. Сегодня буду устанавливать свою супер-мега-подсветку, продолжать свою мега-эту подсветочную стену. Ладно, что-то я слишком резво начал. Так вот, сейчас еду по делам. Сегодня нужно в 4 места заехать. Нечасто такое у меня бывает, прям это. Работаю реально курьером. Курьер-бизнесмен. Вот, во все места сейчас заеду. Непосредственно сейчас еду заправлять картридж от принтера. А то я вчера распечатывал документы, у меня закончился тонер. Поэтому нужно заправить. Вместо того, чтобы покупать за 4500 рублей картридж, за 700 рублей я его заправлю. Лазерные принтеры. Слава тебе, Господи, что они есть. Новая любимая песня. Ребят, чекайте. Imagine Dragons. Dragons. Cool out. Короче, Imagine Dragons. Cool out. Мои любимые. Да. Может быть, даже в следующем году пойдем на концерт. Что-то они в России заучистили. Но в этом году вот ведь не пошли, потому что слишком перегорели. Два раза, точнее, два года подряд на концерте. Потом что-то на третий год как-то это такое. Че. Как-то не захотелось. Так, поехали. Такая прям вообще прикольная. Ну, из нового альбома. Мелодичная. Люблю такие мелодичные песенки. О, сегодня еще привозят мониторчики новые. 20-80Ti должны привезти. Так что посмотрим, как она выглядит внешне. Ну и, соответственно, наверное, завтра будем ставить ее уже внутрь компа. Попробуем эту самую трассировку лучей. Насколько глянцевость этой подсветки, короче, отражение будет. Посмотрим. Надо будет реально смотреть. Моник один привезут 4К, так что 4К как раз на батле 5-й попробуем. А в Москве началось вот это вот. Все затянуло. Теперь до апреля, наверное, так будет. Я помню, в том году что-то, блин, целый месяц вот так вот было. То есть полностью все. Ни солнца, ни неба вообще ничего не видно. Просто серость. 50 оттенков серого. И снега все еще нету вообще. Блин, за сегодня, наверное, песенку послушал уже раз 10, наверное. А может и 15. Просто постоянно повторится вчерашнего дня. Еще сегодня Андрею в город Пермь отправил его телефон новый. Asus Zenfone Max Pro M1. Блин, до сих пор это название просто очень сложно вспоминать, произносить. Вот это вот реально очень сложно. Вот, 210 рублей обошлась пересылка. Почту России отправил. Посмотрим. Дойдет, не дойдет. Надеюсь, что дойдет. И в скором будущем. Может быть, даже на этой неделе. И вторая любимая песенка на этой неделе. Центр, город-дорог. Я посвящаюсь строки этому городу, его центру, каждому метру. Я, конечно, обычно стараюсь ездить на метро, но сегодня решил поехать на машине. Намеренно, чтобы постоять в пробочках. Ну вот, садовое кольцо, прям все, красненькое. Шикарно. Ну ничего, постоим. Оно, знаете так, стоит, но едет. Короче, ребят, продолжение с той историей, как раз, что банк заблокировал мои счета. Деньги перевели. Я себе на Сбер все это дело вывел. Вообще очень быстро. Такое ощущение, что банк просто, знаешь, как избавляется от клиентов. Я не знаю, почему так происходит. В чем там именно была проблема, конечно, никто не говорит вообще. Но я сейчас подозреваю, что это было связано, может быть, с Пайпалом. Короче, Пайпал – это платежная система. Вообще по всему миру есть. Вот, и сейчас, и раньше, к примеру, Ким Китай сказал, присылаю какой-нибудь телефон. Ну, соответственно, когда у тебя канал уже большой, ты можешь сказать, там, к примеру, а я сделаю обзор там за 100 долларов. Ну, типа, какой-нибудь китайский телефон, еще так просто рекламировать, вот. И, так, блин, сейчас куда поворачивать-то. Ой, я немножко запутался сейчас. Вот тут на садовом кольце. Мне нужно вот сюда вот направо, 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 направо. Хоп, да. Вот, ты им такой, типа, там, 200 долларов. Они тебе перечисляют, и дальше можно эти деньги было выводить как раз на Пронссвязь банк. Сейчас я попробовал, ну, в Пронссвязи уже все, получается, у меня нету. На Сбер не получается вывести, потому что сама система пишет, что, чувак, банк, короче, не работает по этой фигне. И получается такая фигня. А что, в принципе, переслаемые деньги с Пайпала я сейчас, наверное, никуда не могу вывести. Ну, то есть не на какую карту, а там все было очень просто. К примеру, у тебя там есть тысячи долларов, ты выводишь себе на банковский счет, там берется комиссия, по-моему, или даже без комиссии. Короче, просто доллары в рубли пересчитываются, те кидаются на карту. Возможно, с этим было связано, что, может, слишком много выливаний там в долларах идет в Россию, кто не знает. Потом все это в рубли превращается. Непонятно, непонятно. Но сейчас ситуация такова, что, к примеру, с Пайпал я вывести никуда не могу деньги. Ну, у меня там есть 600 долларов, и вот такая вот тема, что придется оплачивать, к примеру, AirBnB. Потому что нормально. Хотя бы проживание, к примеру, в Америку мы поедем, смогу проживание оплатить с Пайпала. Больше, в принципе, ничего. Блин, ко мне поворачивать-то? Что-то я запутался совсем, столько машин. Все туда-сюда едут, пипец, а я еще по этому походку разговаривал. Я, наконец-то, вернулся домой, все съездил, все сделал. Будем сегодня с вами устанавливать вот эту самую подсветку. Это вся та же самая, еще 9 кусочков. Я куда-нибудь сейчас прилеплю, у меня пока еще идеи нету. Хватит мигать. Ну, конечно, немножко там что-то отходит, эта подсветка. Приходится вот так делать, чтобы она заработала. Какая-то проблема в самом соединении. Вот сейчас, не знаю, доведу я отсюда до бока или не доведу. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Так, завариваем подсветки. Давайте, пожалуйста, номер 4. О, будет цвет менять. Заварили подсветки. Отлично. Красота. Честно, этот мир сошел с ума. Со своей подсветкой, что она вообще делает. Я не знаю, что я вязал в свою эту хрень. Купил первый комплект, потом какие-то получил бесплатно. Хит там по баттеру отрабатывал. Я вот про подсветку. Вот это, к примеру, с почтой ком. Заказали мы из Америки. Потому что, ну, за это я не платил. И, соответственно, за рекламу. За рекламу, ребята. Поэтому еще 9 кусочков здесь. Плюс стартовый комплект. Вот этот вот стартовый комплект, который как раз управляет ей. Он мне сейчас не нужен, я его сохраню. Возможно, потребуется. Здесь, что прикольно, то, что ты заказываешь из Америки, здесь штепсель нормально идет. Сразу европейский. Есть американский. Я его сразу выкидываю, он типа не нужен. Есть еще один. Ни хрена не начали класть. То есть теперь три штепселя. Окей, вообще под разные. Но это тоже не нужно. И вот коннекторы прямые. У меня есть такие же мягкие. Они помогают обходить углы. Сейчас добавим. Вот эта вот штук стоит, блин, 14 тысяч рублей. Вот, вот, вот эти вот. 9 штучек охренеть. Правда, когда ты их ставишь, ну, подсоединяешь в один большой рисунок, то они как-то вообще незаметно становятся. То есть я сейчас добавлю. Не факт, что что-то изменится. Давайте примерим куда-нибудь. Так, вот это вот у нас прямые соединялки. А это у нас, видите, какие. О, как их можно гнуть. О-о-о. У-у-у. Вот эти, кстати, покупал на Озоне. За что-то, не помню, 1500 рублей, что ли. До сих пор еще ни разу не пригодились. Я просто не верен, что 9 штук. Сейчас они дойдут до бока. Я, короче, не знаю, в какую сторону двигаться. Куда ее расширять. Она и так уже довольно-таки массивная выглядит. Ну, смотрите, вообще на всю стену. Я сейчас тут попытался кое-как выровнять, потому что у меня стена кривая. На самом деле здесь какая-то выпуклость идет. И я изначально, когда начал клеить, у меня сам край подсветки туда, наверх, был заварен. Сейчас вроде как это. Немножко поровнее. Я вот здесь щелочки, видите, побольше оставляю. О, какие зазоры. То есть пытаюсь ее всячески вниз увести. Пока получается. Сейчас, наверное, вот сюда вниз пойду. Потому что хочу, чтобы она еще как бы ниже была, а не под колонкой. Удивительно, но почему я подумал об этом только сейчас, когда дошел до сюда. Что чтобы был угол ровный, ты же не можешь отрезать от этого светильника сколько тебе нужно. И вот что получается. То есть нужно было уже изначально рисовать от угла. То есть их сгибать, две штуки и клеить сюда и сюда. И отсюда уже плясать. А я-то сюда пришел вообще вот оттуда снизу. И как-то я здесь мог выровнять. Точнее, знать, что здесь вот именно будет край этой подсветки. То есть, короче, на эту стену я сейчас никак не уйду. Потому что здесь, ну просто, здесь я сюда все равно кусок не вставлю. А поворачивать здесь это глупо как-то. Ну ладно. Вот оно само собой и решилось. Так что эти штуки, значит, пойдут, наверное, в новый дом. Я там тоже хочу нечто подобное сделать. Мне еще осталось два квадрата. О, как еще. Вот так вот монструозно это выглядит. Да. Вот это вот реально трабл. То есть, давайте попробуем. Вот так вот сюда, к примеру, вот эту гибкую хреномуть. Блин, а как оно так делает? Надо как-то само на двухстороннем скотче. Чуть непонятно. А как оно так делает-то? Как тебе вставить-то? Что-то я не особо понимаю. Ну ладно. Или она к обычной, что ли, клеится? Почему здесь двухсторонний скотч? Что происходит? Короче, я не знаю, как это делается. Потому что оно что-то не вставляется. Что оно больше, не больше? По размеру вроде такая же. Что-то не старается. Ладно, может ее там надо, короче, отклеить. Хрен знает. Вот. Кусок-то я сюда не вставлю никак. И никак сюда не дойду нормально. Так что придется куда-то их еще пару кусочков забацать куда-нибудь. Только не знаю куда. Можно здесь круг сделать. Ладно. Вот реально все. Само собой все решилось, но реальная проблема. Почему я об этом подумал только сейчас. Окей. Вот такая вот хреномуть большая. Получится вот такая вот хреномуть. Ох ты. Так. Все. Блин, какая она большая, боже мой. Скоро реально можно будет еще столько же всю стену забить. Будет круто. Ооо. Вообще ништяк. Так. Ладно. Все, короче, надо будет отсюда убрать. Сейчас все так это захламленно выглядит. Здесь надо будет, конечно, все разобрать. Вот здесь вот кружок сделал. Большой. На самом деле круто, что даже при съемке видео, но мне это помогает. Смотрите как. Я вам уже показывал, по-моему. Я могу зайти в приложуху. Приложуху. Какой жаргон у нас пошел. Захожу в основной, дневной свет делаю. И делаю на максимум. То есть у меня вся комната освещается. И, к примеру, я могу снимать видос. То есть не доставая даже софтбокса. Вот это круто. То есть она прям под меня реально делается. Что-то она немножко там мигает. Можно теплый свет сделать для чтения. Ну, короче, вот дневной свет самое оно. Вот так вот ярко делаешь. У тебя прям вся комната освещается. Крутотень. Допа, подсветочка. Ну, а моя... А, нет, какая любимая. Вам не скажу, какая моя любимая. Они все мои любимые. Вот это вот Single Fate тоже прикольная. Произошла неизвестная ошибка. Смотрите, как круто. Бегущая змейка. Опа. Боже мой. Взрыв башки. Что еще происходит? О-о-о. Ой, синенькая пошла. О-о-о, смотрите. Побежала, побежала, побежала. Оп-оп-оп, поменялась. круто да готов признать что с подсветкой вот именно в этом плане переборщил потому что и короче сделал и понял что у меня совершенно не нравится как она выглядит я переделал то есть я короче посмотрел на эту стену и вот это вот левая сторона монструозная который выглядел то есть до конца прошло как тащи никуда не прям не впирал то есть я не видел продолжение этого сейчас немножко исправил квадратиков в принципе хватило ну чё я сделал вот так теперь все выглядит как по мне мне нравится больше чем когда вот вот по вот этой полосе он туда просто шла так это интереснее выглядит вот здесь добавил по одной капельки вниз могут добавить справа но там уже не встает ну чулак треугольник не встает мешает можно было ввести вниз но вниз тоже надо ввести получается сюда он здесь тоже опять не встает вот этот круган сделал здесь вот блин как-то выглядит слишком окажешь слишком перезагружает стену но так плюс-минус норм я обстоящую пару штучек добавил вот реально пару вот сюда вот раз-два и все то есть это законченное решение больше здесь вообще не воткнешь то а дальше вести смысла нету да и не понимаю почему это только сейчас понял это об этом вообще вот реально не задумал что типы илья блин когда я доведу до конца эти треугольники как я обойду стену точнее как я обойду угол я вообще в этом не думал но он сегодня с этим столкнулся но это нормально я вам показываю свои удачи и неудачи зашквары вот по этой стене вот это кстати мне очень нравится получилось ты тетя в вниз они так прикольно тем такую придают непонятно вот здесь раз-два добавить и все как раз может раз два-три может три муж 2 и одну вниз в был вообще крутой да вот здесь раз-два-три и все и дай что не продолжать то что вот так то на норму выглядит но наверное больше заказывать не буду потому что это там еле-еле их короче одираешь кто-то меня из моих подписчиков в инстаграме писал что или а по твоему совету купила такую подсветку и у меня короче они отвалились но не знаю это все зависит от поверхности потому что от моих обоев они отстают вместе с обоями это прям пипец но здесь вот здесь хорошо можно увидеть немножко кэши выпуклая ну сейчас хорошо видно вот здесь вообще порвано крем заклеил то есть у меня чтобы отодрать этот треугольник от стены вместе с обоими отдирается здесь вообще смотри как у меня удобно хопа можно на стол встать вот здесь вообще обои отодрались и вы здесь что-то дрались ну вот так вот вот так вот хоп вот так не видно не ну это рано или поздно должно было произойти включать я понимаю что все наверное это край ребят это реально край вот еще два кусочка два кусочка чтобы еще вот так и было все то есть свет стеной закончится на то что иначе будет реально перебор ладно меня там за мониторами подсветочка там подсветочка но как все так нормально выглядит но и вот эта вот стена офигительная вот и на даче что-то я знаете все хотел сделать но вы что-то теперь даже не знаю после ужина все осталось потом уберу кофейку пролить вот так начнем проливашечки делать если теории тут подсела на готовку хлеба теперь сама хлеб делает то есть она делает закваску для хлеба самой печет офигенно выходит прям как полбиной еще мы тут вчера заказали манго что-то мосту точнее я ступил надо было спрятать его оставила здесь чтобы она доходила а вот кого в холодильник положила есть с утра что ты не подумал его разрезал он короче еще не дошел до кондиции тайская манга ну блин из магазина киша на тайской на такой себе на короче твердо не готовы я его разрезал и все поход теперь на выброс надо было дать ему 3-4 дня настояться дырка поставил в холодильник и я не подумал с утра резану и все сейчас так будет лежать мне кажется вообще подохнет через денечек на плюс уже такой мягкий профукали манга за 240 рублей время 9 самое время для кафе то еще пока все это дело снимал повредил одно перегородка ш один коннектор это я уже до конца до ломала немножко у меня нагнулся и перестал работать то есть любой изгиб то есть он не переломился ничего там даже контакты были целы внутри но перестал работать видимо слишком сильно это сделал пришлось ставить один гибкий жалко что в компрете не дают запасной хотя бы один потому что носил для лошад который ты наклеила ты хочешь исправить приходится ты его когда отрываешь ты же не можешь его в бок снять его отрываешь на липучках три липучки и потом тащишь и вот тот момент когда ты его типа отрываешь происходит со мной небольшой изгиб вот этих коннекторов но вот один не выдержал из всех не ну так мне нравится больше еще сейчас начинаем полностью готовится как полностью блин уже по пора думать насчет америки но в следующем году летим путешествовать и первая у нас установка будет москва лос-анджелес лос-анджелес наверно но не наверное точно решили будем брать неделю и вот сейчас ищем жилье но в любом случае будет какая-то квартира дом я не знаю как насчет местности скорее всего но это будет ну конечно не на санта моники я думаю что где-то вот вот сейчас видно вот так пальцем покажу короче где-то вот вот так вот наверное здесь будем искать но мы будем брать машину кататься на машине везде буду airbnb искать счет там все очень очень много предложений хороших не и потому что слишком сложно найти а сложно определиться потому что когда предложение до хрена и как бы там нет такого разброса цены там кач есть вообще overprice а есть обычный то где-то но 7 8 тысяч рублей в день это принесла стандартная цена за отдельное живет по всеми америке что что я смотрел можно конечно всякую шарашку найти за там 45 но это для семьи не подходит совершенно потом и кашингерку поживем в лос-анджелесе и поедем в а я уже не поймем поем у нас был сначала маршрут лос-анджелес потом должны были ехать через санта-барбару просто проехать за ночевая где-то вот примерно здесь потом в сан-хосе где-то здесь поселиться здесь apple посмотреть новый и в сан-франциско гонять потом через фресно хотели сначала изначально вот так вот поехать но что-то потом решили что нахрен эти заповедники нам они пока точно не подходит потому что с темкой ему точно не интересно будет в апреле почитали многие заповедники закрыты потому что но не сезон короче там хреномуть 1 и типа холодно что вот отсюда уезжать не будем мне вообще изначально была идея мы прилетаем в лос-анджелес но это если бы я один поехал плетаем в лос-анджелес едем бульбу кирки по следам breaking bad а потом едем на наверх через дэнвер салт-лейк-сити через сиэтл и возвращаемся вниз вот тут вот чтобы вы понимали что вот это все проехать но комфортно потребуется на неделе как раз три-четыре там расстояние конечно большое так все америка не посмотришь денег пипец сколько выходит но вот мы сократили до 21 дня хотел изначально месяц вообще хотел два но сократили до 21 дня потому что денег здесь дай боже пипец короче в лас-вегас поедем потом куда-то в big bear кстати вот я чердака насмотрелся очень полезно было где он здесь deep big bear вот он когда-то он туда ездил мне понравилось хотим там пару ночей взять но именно в том дом где расстанавливался вообще вот это местечко так что иногда полезно смотреть русских чуваков которые живут в америке вот так сейчас выбираем если что есть посоветовать советуйте прислушаюсь наверное я василий заболтал что-то такой был ну с моей стороны разочаровывающийся влог но сейчас мне нравится нормально нормально да я просто когда это все сделал предыдущий сетап как-то я вообще очень расстроился не подумал это вообще тягомутину хрена мутину сделал так но если я вообще потому что ты реально перебор какой-то когда ну ты вроде там уходишь чтобы тебя там за не считали короче держать марку чтобы это было что типа ты вот там по подсветке и очередной момент понимаешь перебор чувак перебор немножко поменяла папа лучше стало но все боль подсветку все нахрен все только в новый дом и равномерно разносить лишь хотел в блин в новом доме помимо сейчас там светящихся квадратов подсветки под потолком еще там сделать как раз этими самыми квадратами что-то думаю что на хрена нужно это слишком мне круто будет кажется перебор реальный ладно все давайте вы если с вами скоро до завтра завтра будут точно снимать влог и завтра у нас много всего интересного 2080 и новый моник давайте пока